Праздник к нам приходит порой самым неожиданным и даже причудливым образом. Как, например, к жителям двух домов по улице Широтной, здесь люди голосовали за новогоднее представление, но, как оказалось, ставили подписи далеко не за старенького Дедушку Мороза, а за новую управляющую компанию. Как проделываются подобные коммунальные трюки, выяснял Александр Гришаков. У кого-то спрашивали по поводу праздников. Какие-то праздники устраивает, хотите ли, чтобы проводились, вот как-то вот так. Но вопрос, хотите ли вы быть в фаворите или в престиже, он вообще не звучал. Ожидание новогоднего волшебства вмиг обернулось жилищными проблемами. Вместо бородатого дедушки на оленях в подъезде дома на улице Широтной появилось вот такое объявление. Оказалось, безобидное голосование за проведение праздника, как по мгновению волшебной палочки, превратилось в протокол по передаче дома другой, управляющей компанией. 1 декабря мы узнаем, что если, например, пройдет у нас труба или светочник, ну в общем, любая жилищно-коммунальная проблема, нам некуда обратиться. По документам домом теперь управляет компания «Фаворит». Но жители уверены, загадывали совсем другое и бюллетени не подписывали. Таких жалоб в Тюмени десятки, если не сотни. Статистику никто не ведет. Более того, закон не обязывает надзорные органы проверять подлинность подписей. Органы государственного жилищного надзора, по сути, могут сверить только бюллетень того человека, кто изъявил свое желание, либо не изъявил по факту, с данными Росреестра. То есть, есть или нет этот собственник по факту. И все. То есть, проверить на подлинность подписи нет таких полномочий. В новогоднее чудо люди уже не верят. В суд идти не хотят слишком долго и затратно. Поэтому оспаривать протокол не будут. Они организовали новое голосование за старую управляющую. Но документы в жилищную инспекцию еще не унесли. Бюллетени считают. А тем временем «УК «Фаворит»» готовит для жильцов обещанный новогодний сюрприз. Праздники уже назначены. На этом дворе будет 22-го числа. 22-го декабря приходит Дед Мороз со Снегурочкой, с подарками. А на МЖК, на Широтную, они приходят 23-го числа. А жителям уже никакого праздника не надо. Местописем Деду Морозу они пишут в прокуратуру, которая, по их мнению, должна разобраться в тонкостях такого волшебства. Александр Гришаков, Владимир Кондратьев. Тюменское время.